Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Мы продолжаем с вами изучение русского языка и литературы. Посмотрите, пожалуйста, на репродукцию с портрета художника Аргунова. Репродукция называется «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме». Посмотрите, как выглядит крестьянка. А теперь давайте прочитаем фрагмент из поэмы Некрасова «Мороз, красный нос». Есть женщины в русских селениях с покольной важностью лиц, с красивой усилой в движениях, с походкой со взглядом цариц. Цветет красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. Итак, мы с вами увидели описание стихотворное, и мы можем описать крестьянку, изображённую художником. Есть ли сходство в описании Некрасова, русской женщины, и этой крестьянки? Я думаю, что, конечно же, это сходство вы уловили. Итак, тема нашего урока – типы речи, описание. Запишите, пожалуйста, в тетрадочку тему урока. Сегодня на уроке мы с вами вспомним типы речи, углубим знания о типе речи, описание, узнаем, отличаются ли описания в разных стилях речи, проанализируем тексты и описания, будем развивать умение создавать собственные описания. Сначала понаблюдаем. Мы прочитаем с вами тексты. В каком из этих текстов даётся портрет воробья, а в каком рассказывается о случае с воробьём. Затем вы назовёте тип речи, к которым относится каждый из этих текстов. Поставьте вопросы к сказуемым, ну и потом сделайте вывод, на какие вопросы чаще отвечают сказуемые в текстах описания и на какие в текстах повествования, чем выражены сказуемые. Первый текст. Вы обращали внимание на воробьё? Птички эти обычные, они маленькие и быстрые, но характер у них задиристый. Глаза их чёрные, похожие на бусины. Окраска воробья серая, только шейка чёрная и крылышки коричневые. Ножки птицы маленькие и тонкие. Второй текст. На бузине сидели бок о бок два молодых воробья. Один бойко уверенно перепорхнул на край кадушки, обмакнул клюв и стал пить. Он пил, поглядывал на другого и перекликался с ним на звенящем своём языке. Другой со страдальческим видом сидел на ветке и опасливо косился на кадушку. Первый уже давно напился и просто примером своим ободрял братишку. И братишечка осмелел, перелетел на кадушку, сел, прикасаясь к ней крылышками, и напился воды. А потом они улетели. Итак, в каком из текстов даётся портрет воробья, а в каком рассказывается о случае с воробьём? Типы речи назовите, пожалуйста. Итак, в первом портрет воробья, во втором случай с воробьём. И первый текст – это описание, а второй – повествование. У нас был вопрос о сказуемом. На какие вопросы отвечают сказуемые в описании, на какие в повествовании, чем они выражены. Ну, посмотрите, пожалуйста, в тексте описаний у нас среди сказуемых часто встречаются выраженные, да, совершенно верно, прилагательные, маленькие и быстрые, характер задиристый, глаза чёрные, окраска серая, шейка чёрная, крылышки коричневые, ножки маленькие, тоненькие. То есть для текстов описаний характерные сказуемые выражены именами прилагательными. Такой вывод мы можем с вами сделать. А во втором тексте, посмотрите, сказуемые сидели, перепорхнул, обмакнул, стал пить, пил, поглядывал, перекликался, сидел, косился, напился, ободрял, осмелел, перелетел, сел, напился, улетели. И эти сказуемые выражены глаголами. Значит, мы можем сделать вывод, что сказуемые глаголы характерны в большей степени для текстов повествований. Ну, мы знаем ещё один тип речи. Я прочитаю вам текст, а вы скажите, какому типу речи принадлежит этот текст. Приносит ли пользу воробей? Давайте посмотрим, что делает эта маленькая птичка весной и летом в огородах, садах, на лугах и полях. Воробей каждый день внимательно осматривает грядки и с утра до вечера истребляет всех незаметных для человека воришек, которые вредят урожаю. Можно, конечно, вспомнить и обиды, причинённые воробьём. Что не посеешь, жаловался ваш сосед, всё испортил. Только выйдет росточек из земли, налетят, объедят и сажая снова. Это правда. Молодым росткам достаётся от воробьёв, поэтому надо прилежно оберегать их от этого лакомки. Но когда растение укорениется, распустит листья, тот воробей уж не тронет его, наоборот, станет для него защитником. Выкармливая птенцов, воробьи ежедневно приносят им примерно по 600 насекомых, из которых 90% вредители. Следовательно, можно сказать, что пользы от воробья намного больше, чем вреда. Итак, какой это тип речи? Я думаю, что вы правильно определили, что это рассуждение. Итак, мы с вами знаем типы речи, описание, повествование и рассуждение. Более подробно мы поговорим сегодня об описании. Описание – это характеристика предмета или явления, внешнее или внутреннее. Описывать можно черты лица, характер, описывать явления природы, характеризовать животных, растений. В описании раскрываются или перечисляются признаки предмета речи. Описание обычно делится на две части. В первой части дается общее представление о предмете речи, а во второй указываются или описываются его признаки. Иногда бывает и третья часть, в которой предмет речи оценивается. Итак, запоминаем. Построение текста описания. Описание общего вида предмета описания, описание наиболее интересных деталей, частей предмета описания и, возможно, оценка предмета описания. Кого и что можно описывать? Описывать можно одушевленный предмет. Кто? Человек, животное, неодушевленный предмет, что? Предмет, комната, картина. Описывать можно не только предмет, но и местность, окружающий мир, чувства, состояние, действия человека. В описании, как правило, используется много имен существительных и имен прилагательных. Имена существительные помогают назвать части предмета, детали. Имена прилагательные описывают предмет, называя его признаки. Эти образные картины создаются нередко подбором ярких деталей, их перечислением. Описание мы можем встретить и в научной речи, и в художественной литературе. В научном стиле это строгое, точное, объективное, без эмоций описание. Например, как можно описать воробья в научном стиле. Длина самцов 147-180 миллиметров, самок 140-173, размах крыльев у самцов 230-264 миллиметра, у самок 220-255, длина крыла самцов 73-83 миллиметра, самок 72-79, клювы самцов 9-11 миллиметров, самок 9-10 миллиметров, вес самцов 28-37,2 грамма, самок 29-35,5 грамма. Крылья довольно короткие, широкие, хвост почти прямой, лишь слегка выемчатый. У взрослого самца верх головы и поясницы над хвостом темно-серый, с мелкими, едва заметными темными кратинками на голове. Уздечка и полоса над глазом черные, щеки и прилежащие бока шеи серые, полоса над глазом, за глазом и на верхней стороне шеи ржавчато-каштановая. Вот вы видите точное описание, указываются цифры, точный цвет. Кто занимается изучением птиц? Изучением птиц занимаются орнитологи. Запишите это слово и добавьте его в свой словарный запас. Орнитолог это биолог или зоолог, который специализируется на изучении птиц. Орнитология это раздел зоологии позвоночника, изучающий птиц, их эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, систематику и географическое распространение. Вы видите, что здесь определение тоже научное. Ну и 19 февраля это день орнитолога в России. В произведениях художественной литературы описание позволяет ярко, живо, наглядно, образно представить предмет, человека, события, явления. Для этого часто используются выразительные средства языка, эпитет, метафора, олицетворение. Их называют тропами. Это слова, которые имеют переносное значение. Вот описание воробья. «Юркий, маленький, смешной, в перьях грудка, спинка, серый, шустрый, озорной, легок, как пушинка. Говорит чирик-чирик, к холодам давно привык, дом свой не бросает, всех других он посмелей. Это птица воробей». Это из строчки стихотворения Леонтьевой. Мы видим, как много здесь определений эпитетов. Есть сравнение «Легок, как пушинка». И еще текст о птице. Определите тип этого текста, какова тема, основная мысль этого текста и какие вопросы надо поставить, чтобы правильно назвать тему и основную мысль. «Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и справедливо назван царем всей водоплавающей птицы. Белый, как снег, с блестящими прозрачными небольшими глазами, с черным носом и черными лапами, с длинной, гибкой и красивой шеей. Он невыразимо прекрасен, когда спокойно плывет между зеленых камышей по темно-синей гладкой поверхности воды. Все его движения исполнены прелести. Начнет ли он пить и, зачерпнув носом воды, поднимает голову вверх и вытянет шею, начнет ли купаться, нырять и плескаться своими могучими крыльями, далеко разбрасывая брызги воды, скатывающиеся с пушистого тела? Начнет ли потом охорашиваться, легко и свободно закинув дугой назад свою белоснежную шею, поправляя и чистя носом на спине, боках и в хвосте смятые или замаранные перья? распустит ли крыло по воздуху, как будто длинный косой парус и начнет также носом перебирать в нем каждое перо, проветривая и сушая его на солнце? Все живописно и великолепно в нем. Это описание Аксакова. Вот изображение лебедя, посмотрите, пожалуйста, насколько он прекрасен. Ну и какие же художественные изобразительные средства мы можем встретить в текстах описания? Сравнение это сопоставление одного предмета или явления с другим, чтобы лучше понять, представить первый. Сравнение может быть выражено одним словом или словосочетанием или даже целым предложением. намокшая воробушком сиреневая ветвь. Как воробушек это осуществительное в творительном падеже. Очень часто сравнение выражается с помощью сравнительного оборота с союзами как, как будто, словно, будто, точно. Скворцу своей песни мало, так он чужие перепевает. Сидит на березе весь блестящий, черный, словно вдеготь окунутый. Разводит крылышками, словно сам себе дирижирует, и щелкает клювом, как парикмахер, ножницами. А теперь задание для вас. Опишите голубей, используйте петит, и сравнение, олицетворение. Это картина британского художника анималиста Эггера Ханта. Анималист это художник, который изображает на своих картинах животных, птиц. Картина называется «Щеньки и голуби играют на питомнике». На этом слайде вы видите более близко голубей. Пожалуйста, опишите их. Не забудьте использовать выразительные средства. Желаю творческих успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok